Вот так выглядела ликерка больше века назад. В начале прошлого столетия здесь было построено около двух десятков зданий для производства столового вина. Ансамбль был выполнен в едином стиле и представлял собой историческую ценность. Но постепенно он начал распадаться. Сначала пожар, уничтоживший часть построек, а потом вмешалась рука человека. Уникальный комплекс памятников промышленной архитектуры был практически полностью уничтожен. От него осталось только несколько разрозненных зданий. Сначала застройщики разобрали на кирпичи три здания, рассказывают общественники. Вместо них сейчас жилые дома. А в прошлом месяце под предлогом реставрации комплекса. С географической карты города стерли еще два. По закону памятники архитектуры сносить нельзя, но можно реставрировать. На месте сноса главного корпуса, обещают застройщики, будет возведена копия здания. Но в качестве аналога, утверждают краеведы, взять не барнаульский памятник, а змейногорский винный склад, который внешне значительно отличается от исторического комплекса краевой столицы. Мы сносим какое-то здание, разбираем, бог с ним, на кирпичи, но на его месте мы должны построить, ровно на его месте, такое же здание в первоначальном виде. Вот только так, и никак иначе. Все остальное – это уловки с целью скрытия и уничтожения памятников истории. Новым копиям хотят присвоить статус памятников. По словам краеведов, это сродни тому, если бы во Франции построили еще одну Эйфелеву башню и сразу же признали ее всенародным достоянием. К слову, ликероводочный завод Барнаула не единственный, кому угрожает исчезновение, считают эксперты. Они отмечают, за последние пару лет исторических построек снесли в разы больше, чем за несколько десятилетий. И сегодня в городах края разрушается больше сотни памятников культуры. Мы обращались по другим объектам, которым угрожает опасность либо разрушения просто от времени, от природных факторов, либо снос, как вот, допустим, с той же первой электростанции. Да, мы направляли жалобы. Алтай-кородкультура нам ответила формально. То есть они пишут в ответах, что работа проводится, мы осматриваем, мы выносим предупреждение собственникам. Эксперты подчеркивают, причин проблемы несколько. Первое – дефицит финансирования на реконструкцию объектов. Второе – отсутствие частных инвесторов, либо недостаточный контроль за их деятельностью, как в случае с ликероводочным. Одним словом, утверждают общественники и краеведы, сохранению памятников архитектуры и культуры в крае уделяется мало внимания. Чтобы защитить историческое наследие, активисты готовы выйти на митинг. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.